Молодой человек, которому исполнился 21 год, возвращался из Эс-Лебена, из дома родителей, в университет, в город Эрфорт. И когда он проходил по этому месту, внезапно случилась буря. Молния ударила прямо рядом с ним. В ужасе молодой человек упал на землю и закричал, святая Анна, помоги мне, и я стану монахом. И человека этого звали Мартин Лютер. Во время этой бури он услышал голос Божий, призывающий его. Лютер увидел видение Иисуса Христа, всемогущего Судью, и в то же время бесов и демонов, которые тянули его в ад. Поэтому он и возвал к святой Анне, он хотел быть спасенным. С этого момента началось великое служение, которое повлияло на всю Европу. Религия снова стала определяющей вещью в жизни ее жителей. Снова о Библии стали спорить, говорить, доказывать что-то. Снова пришло особое внимание к духовным вопросам. Лютер был честен с собой и вынужден был признать, что всевозможные духовные подвиги не приблизили его к Богу. А путешествие в Рим и наблюдение за тем, насколько аморальна жизнь церковных иерархов, еще более усугубила это ощущение. Та цель, ради которой Лютер оставил жизнь мирянина, оказалась недостигнутой. В субботу, в канун праздника всех святых, Мартин вышел из монастыря и направился в замковую церковь. Он прибил к ее северной двери свиток, где были изложены 95 тезисов. Свои тезисы Лютер открыл словами, из любви к правде, стремясь ее установить. Я не знаю, подозревал ли сам Мартин, какую бурю вызовут его тезисы. Эхо этих ударов, они разнеслись по всей Европе, принося пробуждение, обновление в жизни людей. Когда люди понимали, нам не нужно платить деньги за спасение, нам не нужно совершать какие-то особые подвиги, нам не нужно одевать на себя вериги, нам не нужны какие-то особые подвижничества. Мы спасены благодатью, то есть по Божьей милости, через веру, и это не от нас, это величайший дар Господа. Сегодня общество настолько далеко вообще от Библии, от Евангелия. Но в то время люди жили верой, люди жили религией, и потому те обсуждения этих тезисов, но принял к великой реформации не только всей Германии, но вообще всего мира. Мы сегодня, в 21 веке, ощущаем влияние той жизни и тех трудов, которые в 16 веке совершил Мартин Лютер. Так важно, чтобы наше влияние было не только на наше поколение, но продолжалось в веках после нас.